Hey, всем привет! С вами снова я, Энн, и сегодня я еще чуть-чуть хочу поделиться с вами своей жизнью в Дании. Хочу рассказать вам про то, как мы здесь обустроились, показать вам нашу квартиру, рассказать, как мы ее снимали, и поделиться некоторыми милыми нюансами, которые меня удивили при переезде. Если вам интересен жилой быт в Скандинавии, или, может быть, вы сами хотите сюда переехать, это видео для вас. Let's go! Итак, вот мы и находимся сейчас на типичной улице Архуса. Вы можете увидеть старые дома вокруг меня. Вот мы живем примерно на такой улице. Вы можете заметить, что дома находятся очень близко друг к другу, и очень большие окна у всех. Здесь не привыкли подсматривать друг за другом, так что это не вызывает никаких проблем. Ну вот, кстати, посмотрите, как выглядят здесь мусорки. Здесь, например, можно выкинуть только бумагу или картон, и это классно, потому что есть разделение мусора. Вообще, в Архусе, насколько я видела и насколько мы смотрели квартиры, существуют два типа домов. Это старые, вот такие, как здесь, в центре. Ну и, соответственно, еще есть новые дома. Плюсы новых домов, это в том, что у них в основном везде есть и сушилка, и стиралка в каждой из квартир. А в старых домах, из-за того, что здесь очень маленькие туалеты, изначально так было спроектировано, нет места для того, чтобы поставить стиральную машину. Из-за этого здесь в каждом из домов, как я вам уже сказала, это как наши подъезды, в каждом из подъездов есть собственный подвал, и у каждого жителя есть свои ключи, чтобы попасть в этот подвал. И в этом подвале есть стиральные машины и сушильные машины. Посмотрите, довольно низкий потолок, то есть вот у меня рост 172, и вот, ну, это мой рост. То есть, в принципе, вот метр семьдесят два здесь потолок, человек выше. А как я вам уже рассказывала в моем видео в предыдущем про Данию, все здесь очень высокие, в общем, им здесь не очень комфортно. Мне, вот видите, прям вот-вот. И вот, кстати, сейчас уже не очень. Вот, посмотрите, здесь вешают вещи, и кто-то уже, кто-то уже стирает. Вот здесь вы можете заметить, что кладется монетка, и дается время, сколько можно, сколько тебе на стирку, да, отведено с этой, с одной монеткой. Стирка и сушка, соответственно, вот стиральная машина, вот сушильная машина. Здесь можно запланировать, когда ты будешь стирать, и повесить свой жетончик на то время, когда ты будешь стирать. Это, соответственно, число, это время, да, то есть сколько, когда ты будешь стирать. Ну, и ты можешь развесить вещи здесь, можешь посушить их в сушильной машине, или ты можешь посушить их дома, но по правилам дома этого делать нельзя. Но мы делаем. Еще посмотрите, в этом подвале можно не только стирать вещи, здесь еще хранение велосипедов. На одну квартиру два велосипеда можно поставить. А еще, кроме хранения велосипедов и сушки, и стирки вещей, здесь есть вот такая вещь. То есть у каждого есть свой замочек, это вот наш замочек, его пока заставили. Ну, вот, например, наш сосед, у него тут очень много интересных всяких напитков. В общем, это собственное помещение, где можно хранить что-то, оно закрыто, то есть очень удобно на самом деле. Вместо свалки на балконе, вместо дачи, вот можно хранить все у себя в подвале. Когда мы говорим про адрес, мы используем улицу, потом номер дома, а номер дома это, по сути, номер подъезда. То есть здесь немножко по-другому это выглядит. И так как дома очень маленькие, на каждом этаже есть всего две квартиры, справа и слева. Соответственно, адрес выглядит так. Улица, номер дома, далее этаж, и далее либо квартира справа, это TH, либо квартира слева, это TV. И все, то есть номеров квартир здесь нет. Вы могли, наверное, заметить, что лестничные пролеты очень узкие. Из-за этого часто возникает проблема доставки мебели. Например, вот у нас была проблема с доставкой двухспальной кровати. Она просто не влезла в лестничный проход, поэтому пришлось заказывать новую доставку. И мы в итоге собирали одну кровать из двух маленьких кроватей. Но плюсы старых домов в том, что здесь как раз есть мансарда. И покажу вам ее сегодня чуть-чуть попозже. Это довольно-таки атмосферно. Вы можете видеть сейчас стену, да, вот эту, что мы, в принципе, сейчас с вами находимся почти что в крыше. Также для меня необычно было то, что квартиры здесь создаются абсолютно пустые. Просто пустые белые стены, батареи, пол, да, кухня, холодильник, туалет. Вот, это все, что здесь было. После каждого постояльца, так сказать, после каждого жильца здесь делается как бы мини-ремонт на его же деньги. То есть берутся деньги из залога и делается ремонт после твоего пребывания здесь. Вот сейчас вы можете видеть наш телевизор, который мы тащили сами вдвоем примерно 2 километра, а потом еще поднимали на пятый этаж. Вот такая вот она жизнь в Дании. Никакой себе доставки, потому что доставка здесь стоит примерно 8 тысяч рублей. Ну и, соответственно, приходится справляться своими силами. Ну и, как я вам уже говорила, вы можете заметить, что очень близко дома, да, расположены, вы сейчас можете видеть за мной, да, дом. Ну и, соответственно, очень мало попадает сюда солнце из-за того, что здесь хотя и последний этаж, но дома рядом, они еще выше. Также, кстати, вы можете заметить, что наверху здесь лампы, здесь освещение очень странно устроено, и свет в потолке находится над окнами. То есть здесь он находится не в центре комнаты, да, в потолке, а свет над каждым окном. Возможно, это как раз для того, чтобы создать какой-то уют. Бывают дни, когда вообще очень темно, даже днем, потому что все заложено облаками, и, соответственно, когда ты включаешь вот этот теплый желтый свет, становится уютнее, кажется, что светит солнцем. Также еще хотела вам рассказать немножко про интернет. Мы живем в старом доме, здесь нет оптоволокна. Кстати, не знаю, есть ли оно в новых домах, но, по крайней мере, у нас не было такой опции. Была опция это либо 4G, либо DSL, вроде бы, либо как сильный кабель. Ну и в итоге мы выбрали как сильный кабель, чтобы это не значило, но, в общем, вроде как он лучше. Также еще хочу рассказать вам про окна. Посмотрите, окна, на самом деле, тоже не пластиковые. И посмотрите, что здесь происходит, как вообще открыть окно. Под окном есть батарея, которая регулируется, ну и, соответственно, здесь, в принципе, довольно нормально топят. Еще посмотрите, какие у них розетки, это очень мило, она улыбается, посмотрите. В общем, это третья дырочка, она нужна для третьего штекера. Но, на самом деле, вот даже сейчас из Икеи датской заказывали лампочки, и вот обычная наша розетка. Не нужно каждый раз вытаскивать эту розетку, да, чтобы их выключить. Розетка включается выключателем, посмотрите. Оп! И лампочки загорелись. Вот так вот выглядит наш второй этаж. Вы можете сейчас увидеть, вот как я стою, да, вот у меня рост метр семьдесят два. Часто я говорю, когда рассказываю вам про квартиру, про мороз. Ну, в общем, вот можно померить просто высоту потолка, потому что потолок все-таки невысокий, да. То есть вот я стою, но мне все-таки приходится пригибать, да, голову. Давайте, кстати, покажу вам сейчас, как выглядит окно на мансарде. И вот мы сейчас с вами можем выглянуть, посмотреть на наш внутренний дворик солнечный сегодня. Вот, да, то есть мы с вами, в принципе, находимся в крыше. Ну, если вы хотите переехать в Данию, город Орхус, первое, что вам нужно будет сделать, чтобы снять квартиру, это зарегистрироваться на сайте. Он будет в описании у нас. Этот сайт, к сожалению, платный. Чтобы увидеть контакты с дающих квартиру, да, вам нужно будет заплатить за этот сайт. Ну, и в итоге походить, посмотреть сами квартиры и заплатить за первый, последний месяц. Ну, и залог, да, за ремонт квартиры. Где-то эта сумма варьируется. Иногда нужно заплатить и за последние три месяца. То есть тут смотря уже на квартиру. Цены на квартиры здесь урегулированы. То есть государство определяет конкретная стоимость за квадратный метр каждой квартиры. Ну, по крайней мере, так нам сказал наш арендодатель. Цены здесь примерно московские. За квартиры, это при том, что на все остальное цены здесь намного выше, чем в Москве. Так что, в принципе, жилье здесь не самое дорогое. В отличие от Копенгагена, кстати говоря, где я слышала, что вообще невозможно найти жилье и так далее. В общем, welcome to Orchers! Если вам было сегодня интересно, поддержите меня лайками, а я буду и дальше рассказывать вам про свои впечатления жизни в Дании, ну и, конечно, про английский язык. Поэтому подписывайтесь на мой канал. See you next time!